Всем привет! Ну что ж, в этом году, как это над нами, чморят-чморят, ну продолжает наш чморич, называется, извините за выражение, в городе всего один ёлочный базар разрешённый, это вот на Адбрёшинос. И в связи с этим все, кто живут в Северном, особенно люди, которые обделены транспортом, и пенсионеры, которые одиноки, или там с радостью могли себе купить веточку, ну к сожалению, нет вариантов, вот все прутся сюда. Ёлки, должен сказать, вполне приличные, то есть, ну крупные-крупные мелкие, они такие не очень, вчера были большие по 5, сегодня маленькие по 3, ну сами видите, я себе ёлку нашёл, честно сказать, в принципе, я очень доволен, поторговался, мне её даже домой привезли, ну то есть, такую вот большущую ёлку покупаешь, 3 метра я взял ёлку, вот куда мне её, как мне её тащить? Короче, люди входят в положение, так что не стесняйтесь, торгуйтесь, и ёлочку мне аж до дома вечером после работы привезли, я её обрезал, поставил, очень симпатично, и вот там дальше видите, там маленькие ёлочки, а ещё есть в районе Касюнокай, там тоже торгуют ёлками, но там цены 30, 25 и прочее, и прочее, и там серебряные ёлки, они такие здоровые, но это, как сказать, если у кого большой зал, или там, то, конечно, смотрится, а в маленькой квартирке серебряная ёлка такая пушистая, лохматая, займёт две трети комнаты, ну, в общем, не вариант. Вот, собственно, и всё, по ёлкам, вот такая беда в этом году, ну, собственно, чего удивляться, жизнь такая, кому хочется очень-очень бесплатно и дёшево, тот может в государственные леса зайти и там одну ёлочку себе вот вырубить. Вот такая ёлка у меня теперь будет наряжена. Ну и возвращаемся на заснеженные горы, город вот там впереди виднеет, с этим светится, а рядом с городом ходят лисы, опять пришла Патрикеяна, в этот раз она не искала зайца, надо съездить её, наверное, покормить, что-то она транзитом и транзитом у меня ходит, непонятно, кто там за кем гоняется, но вот постоянно вот повторяется эта история, пронеслось какое-то шерстяное чудище, за запор унеслось, прошло некоторое время, там, по-моему, полчаса, это чудище принеслось обратно, явно куда-то носится, где-то что-то еду ворует и таскает куда-то себе в нору, вот у меня такое впечатление. Ну, с чего, с какого бодуна вот так ночами носиться? Да, прижился этот кот, который ходит теперь как хозяин, он, короче, вот горшки я как будто для него ставил, он теперь по ним топчется, приходит, нюхает всё там, хорошо, хлеб хоть не ел, птицам оставил. Мне даже показалось, что стена, наверное, валерьянкой полита или что, что он там так вынюхивал. Ведёт себя как прям, как будто это мой кот, сел, посидел на входе, знаете, как домашние коты сидят на входе, на природу смотрят. Чё-то он набивается ко мне, это, в жители, по-моему. Чё-то он набивается ко мне, это, в жители, по-моему. Чё-то он набивается ко мне, это, в жители, по-моему. Чё-то он набивается ко мне, это, в жители, по-моему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok